Красная зона – это настоящая больница в больнице, со своими правилами и нормами взаимодействия с пациентами. Постепенно в нашем регионе такие госпитали для заболевших коронавирусной инфекцией начали сворачиваться. В Рязанской областной клинической больнице уже открылись некоторые отделения, которые временно выделялись под красную зону. Теперь в обычном режиме заработали терапевтические отделения, гастроэнтерологическое отделение, пульмонологическое и ревматологическое. В наш госпиталь по сравнению с пиковыми нагрузками, которые мы испытывали в конце прошлого года, госпитализация сократилась где-то на 30-40%. Это позволило нам оптимизировать коечный фонд и сократить 100 коек ковидного госпиталя в нашей больнице. Во всех отделениях, как и в ревматологическом, была проведена неоднократная дезинфекция всех помещений, обрабатывались медицинские принадлежности и предметы мебели. Последний этап – это генеральная уборка в палатах и коридорах, а также наведение порядка среди лекарств. Сейчас в отделении уже появились первые пациенты. На ковид мы не закрывали пациентов с генной инженерной терапией. Это высокотехнологичная помощь, когда пациент циклически получает определенный препарат, его нельзя приостановить. К нашему счастью, ни один пациент не заболел ковидной инфекцией. Теперь ревматологическое отделение принимает всех пациентов по своему профилю. Доктора рады подобным переменам и тому, что могут продолжить оказывать плановую помощь. Это позволит расширить оказание плановой специализированной медицинской помощи, потому что наша больница в основном была ориентирована на высокотехнологичную помощь, на специализированную помощь. И эти пациенты уже попадут для оказания плановой помощи. В то же время в ОКБ продолжает свою работу госпиталь для заболевших новой коронавирусной инфекцией. На данный момент в красной зоне осталось 330 коек. В то же время доктора не расслабляются. В случае возникновения новой волны коронавирусной инфекции, красную зону вернут в прежние границы. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».